Детский клуб очевидного развития Бомбини В ней работает студия дизайна, студия робототехники, сказочная школа и English Club. Здесь ждут ребятишек в возрасте от года и до школы. Записывайтесь! Часики показывают – пришло время талантов. Ведь каждый, кто мечтает, может стать звездой, а признание и путевку на творческий Олимп получить от профессионалов своего дела, признанных специалистов нашей страны в области культуры и образования. В Барнауле прошел ежегодный масштабный конкурс талантов «Адмиралтейская звезда». Этот фестиваль зародился в Санкт-Петербурге и по традиции ежегодно стартует в каждом крупном городе России, чтобы затем объединить талантливых ребятишек в Сочи на финальном концерте. Одержать победу в «Адмиралтейской звезде» очень почетно. На конкурсе серьезное жюри. Чтобы перечислить весь состав вместе с достижениями и регалиями, понадобилось 10 минут со сцены. Мы благодарим Викторию Витальевну Касумову, лауреата международных конкурсов, старшего преподавателя эстрадно-джазового вокала Санкт-Петербургского государственного института культуры, эксперта международного класса, музыкального руководителя театра «Голден Холл» в городе Санкт-Петербург. Друзья, пообладь и руси. «Адмиралтейская звезда» — это конкурс в области вокала, хореографии, циркового, театрального и изобразительного искусств. В нем множество номинаций, участвовать стараются практически все коллективы города и края. Представьте себе, только вокальный конкурс длился два дня с утра и до вечера, чтобы выбрать на галоконцерт лучшие номера. Раскрываю ладони навстречу в одежде, погружаюсь во взгляды до поли родные, И дышу красотою, поесть и не смеже, На просторах земли, чьи глаза голубые. Звуки песен взлетают волной благовестия, Мы сегодня поем, пусть нас птицы услышат. Очень много причин, по которым мы вместе, И я знаю, любовь, что дана навсегда, Это счастье нам ползла на спише. Приятно, что и вокалисты, и актеры в спектаклях получали индивидуальные призы. То есть жюри отмечали не просто весь номер или спектакль, но и отдельных артистов. Звучали имена и фамилии лауреатов первой, второй и третьей степени за роль Буратина, Мохи-Цокотухи или Змеи. Такое внимание очень важно детям. Гран-при в области театрального искусства получила театральная студия «Зеленая карета». Не менее напряженной оказалась борьба за гран-при в области вокала. Со сцены звучали десятки фамилий лауреатов. Больше сотни детей на сцене, но главный победитель может быть только один. Номинация «Вокал» гран-при конкурса в данной номинации сегодня присвоена. Анастасия Куринская! Конечно, самым волнительным стало соревнование в области хореографии. Во-первых, потому что Барнаул – танцующий город. Здесь занимаются больше трехсот коллективов. А во-вторых, здесь нет индивидуальных призов. Награду получает весь номер, в котором несколько десятков ребятишек, и все волнуются. Сцена сразу наполнилась яркими костюмами. Кто только не выступал здесь за все эти дни. Орликиные собачки, динозавры, весенние цветы, балерины. Ведь на сцене артисты цирка и танца. История Орликина Гидс, номер «Галматинцы». В области циркового искусства Гран-при взяла цирковая студия Орликина. Ансамбль «Кубарики», первая степень лауреаты. Итак, друзья, лауреат первой степени «Эстрадный танец». Лауреат национальной премии образцового коллектива России. Ансамбль «Сюрприз». И вновь номинация «Эстрадный танец». И вновь лауреаты первой степени «Сюрприз». Театр мод. Номинация лауреаты первой степени «Театр моды». Со сцены звучало много разных названий, но чаще и чаще стали повторяться слова «Сюрприз» и «Кубарики». Ясно, что главные фавориты конкурса определились, но кто же из них получит Гран-при? Гран-при в номинации хореографии 82-го международного фестиваля конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых, творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» вручается заслуженному коллективу Алтайского края образцовому хореографическому коллективу ансамблю «Кубарики». Ну а дальше сертификат на конкурс «Море не знает границ» в городе Сочи. В каждом серьезном конкурсе есть самый главный Гран-при, который стоит над всеми номинациями и присуждается коллективу, на который, по мнению жюри, надо равняться. И в этом году такой приз получил сюрприз. «Лауреаты национальной премии!» «Ансамбль-сюрприз, друзья, я не буду больше читать!» «Обними меня!» «Свеклана Петрова руководитель!» «Ну и также не уходите, девочки!» «Сертификат! Сертификат на город Сочи!» «Море не знает границ!» «Мы от души поздравляем всех ребятишек, педагогов и родителей!» «За каждой победой, за каждым участием стоит огромный труд!» «Низкий вам поклон, аплодисменты!» «И снова увидимся на сцене!» «Низкий вам поклон, аплодисменты!»